Да, ну ладно, ладно, там разберемся с паузами, не с паузами, а у нас тут с вами Эндпоинт против Скейт, карта Оверпасс, пик коллектива Скейт, как мы уже говорили до этого Эндпоинт будут защищаться, Скейт будут атаковать Великобритания против Болгарии, где вы еще можете посмотреть Великобритания против Болгарии, если не в Counter-Strike, поехали Я даже не знаю, Алексей, может быть только если на каких-то Олимпийских играх Или, например, кто поставит больших решетов, пока получается очень недурно У команды Скейт находят два минуса, только один Крушел дает ответный фраг Рейнвокера, правда, там нашли, убили, растерзали, но свои два минуса он в этом раунде внес И плюс, к тому же, еще у команды Скейт есть саппорт Соответственно, там Рейнвокер особо ничего не потерял, раскидчик жив у Скейтов И те залетают быстро-бодро на базу бета, только Томас где-то на водичке тусуется Его могут не прочитать в шарте, по-моему, даже эту позицию пока не просматривают Сейчас уже ставится плент и ставится ровно под Томаса Томас, Томас, Томас! Как долго-то убивал-то он Денислова и Рафт по итогу остается тоже ни с чем Ситуация 3 в 2 пока в пользу коллектива Endpoint Рокин со своим глаком статтрековским Кстати, очень редко почему-то, я вот почему-то не знаю почему Сейчас взял на заметку, не часто я вижу глаки статтрековские у проигроков По крайней мере на нашем уровне, когда-то 2-3 коллективы как-то не балуют Томас, ну зашел спрей у нас ЦЗ по спеллану, но и тут Рокинг все-таки на размене Ситуация 1 в 2, он фу, нет, хотел сказать он фул по хп, но уже не фул Ты как-то очень сильно отстаешь, максимально секунд на 7, мне кажется 7 секунд? У меня сейчас 5, 4, 3 Ой, 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 подожди, а у тебя какое? ХОМ-2? Ну, на котором вчера сидели, на том и сидим И вот с этого не слезали Подплеер? Нет А что у тебя? Ну, АВЛЦ-шечка Ай, ё... Ну, вчера же было все нормально Ну, все, открывай ВЛЦ Давай Ну, она просто подлагивала, у меня тоже был момент, и я просто обновил С этот самый, там буфер какой-то был странный Ну, простите, друзья, простите, не знал, не знал Все, открывай ВЛЦ, и тогда сейчас будем с Олегом на одной волне Да, у нас пока что экономический раунд для команды Скейт Томас находит фраг на Рейнвокера И команда Скейт с одним деглом по 250-м попытается найти для себя хотя бы какие-то минусы Но тут Лейнпоинт все очень хорошо в одном плане Особо потерять формилку будет не страшно Выходом, но вот этот рармор, конечно, уже будет посерьезнее С другой стороны, тут можно очень неплохо пофармить Лейнпоинт Если нарвутся, знаете, в самой формилке Там была попытка от Майти Макса и его тиммейта под флешку выйти и кого-нибудь найти Но, как мы видим, никто из игроков команды Скейт не погиб Завис вот таки спеллом, практикует искусство Нео Но никак это ему не помогает Ждут врыва на монстра, игроки команды Скейт Под флешку это обычно бывает Если не показывается атака и хочется проявить инициативу Но это все будет с заходом через шорт Это уже будет секунды, наверное, через 3 2 1 0 Изи И Томас с Майти Максом делают по минусу Спеллом очень красный Ну, там еще и Рафт так же погибает Вообще никого не потеряли Эндпоинт Это 5 в 0 ситуация Это 2-0 по раундам Это третий раунд на ваших экранах И мы, соответственно, ждем всех вас на трансляции 320 человек Потихонечку начинаем, потихонечку набираем Понятное дело, что параллельно играют Нави Нави всегда смотрят Параллельно играют еще и Virtus.pro Всегда все это дело интересно Но как только закончите Мы, как говорится, вас ждем У нас сегодня игры на целый вечер Еще, может, и в ночь Уйдем, почему бы и нет Но у нас бай полноценный со стороны коллектива Скейт Кстати говоря, Олег, давай посмотрим на кэф А давай глянем, Алексей Что там у нас по кэфчикам? Ну-ка, я сейчас тебе скажу Что у нас по кэфчикам А кэфчики у нас следующие 1.57 на эндпоинт И 2.31 на скейт Между прочим Это коэффициент от наших друзей париматч На первую карту, на победителя И не забывайте про бонус 100% на первому депозиту От наших друзей париматч Который находится в описании под нашей трансляцией Большой баннер Кликайте И знакомьтесь с условиями Акции А мы смотрим очередной раунд В котором Робин делает Энтри, но урокинг на размене Ну, выходили парно под размен Как раз таки игроки команды скейт Пока что видим по хп некоторые проблемы То есть Денислав и Робкинг могут и от фармилки отъехать Даже не от шотом, а просто близким контактом Спеллон ждет какого-то контакта Здесь у нас находится Крушелл, который видел тень И, разумеется, Спеллон забирает Но дальше нужен размен для команды скейт Есть минус на Крушелл Это 3 в 3 Времени все меньше и меньше для скейт Но торопиться тоже не стоит Еще есть как чего разыграть Райенвокер пока не видит игрока за Камазом Погибает Рокинг Получает еще по голове Денислав Райенвокер отвечает И остается 1 в 2 После смерти всех своих тиммейтов Еще дэмэдж Вот те калаш Будет тропать, свапать Хаешка прилетает Но Хаешка дэмэджа не вносит Нужно просто попытаться не нервничая Как-то отойти Но нужно давать 2 фрага Это практически невозможно Потому что тут Майти Макс в упоре Калашников Калашников отличный дроп И третий раунд для Эндпоинт Майти Макс Вспоминаю почему-то Когда читаю его никнейм Или просто вижу Я вспоминаю сразу фильм Безумный Макс Не знаю Какие-то отсылки у меня идут Кстати вчера ложился спать Женой посмотрели Не сначала Но фильм Знаешь какой Парк Юрского периода К своему стыду Я никогда Ни одну из частей Полностью не смотрел И вот вчера тоже не удалось Полностью посмотреть Но вот где-то с середины До конца посмотрел Даже начали вторую Но слишком может это дело Все поздно было Поэтому до конца не посмотрели Томас на приемке С буста Убивает болото Там был у нас Рейн Уокер Ситуация 5-4 Тут понятное дело С Кейтом Ничего вроде как не светит В атаке Потому что только лишь пистолеты Но есть арморы Первый и второй Но здесь только лишь Данислав справляется у нас С выходом С монстра Но тут Томас Томас на приемке Не прощает с Пелом Остается последний У него первый армор П-250 И 0-1-3 Статистика Но ничего страшного Это только начало Это ваш пик Еще можно Расстреляться Да, еще можно Нагнать темп И 4-0 Это счет Не совсем Такой разгромный Вот когда Ты летишь Ну вот сегодня Даже пример был Явный Яркий Нави против команды Саймон Или Суман Многие по-разному Говорят И говоришь так Говорят неправильно И говоришь так Говорят неправильно А правильно Так и говорил Первый раз Как ты говоришь? Ну вообще Как мне говорили Что правильно Это Сыман Называть их А Сыман Да-да-да На казахском Сыман А потом говоришь Да Не Саймон Не Суман А именно Сыман Но в чате ругаются В чате ругаются Нет-нет В чате ругаются Потому что там не казах Понимаешь Вот я из Казахстана Я приехал из Казахстана И я тебе заверяю авторитетно Сыман Те, кто ругаются Говоря тебе Сыман Не ругайтесь Все Я теперь знаю Что у меня есть авторитетное мнение Алексей Пчелкин Из Казахстана Говорил Что он Ну вот так Пейлон Пытался не залетело, но целился очень хорошо, но вот предательский P280 не справляется с этим всем. Так вот, сегодня с Иман взяли карту Na'Vi 16.4 на оверпассе, показав отличную атаку. Na'Vi там ничего не могли сделать. Я тебе больше скажу. Я тебе больше скажу. Na'Vi с трудом взяли вторую карту. 16.14? Это вообще ужас какой-то. Я не понимаю, что происходит с этим онлайн ксм. Не понимаю. При том, что там Virtus Pro слили еще первую карту. За счетом 5.0. Но это... Ой, остановите, остановите землю, пожалуйста. Я сойду. Суррел. Минус спеллант. Снова большинство для коллектива Endpoint. Начинают они постоянно, практически всегда, вот эти вот 4-5 раундов в центре килла и большинство это они потом реализуют. Сложно скейтам в меньшинстве действовать. Очень сложно действовать. Да и как-то вот эту агрессию контролировать или как-то контрагрессировать не получается. Да, они выходили вот в одном из раундов на лонг вдвоем, но все равно с потерями вот со всем этим. Решили организовать подсадочку, чтобы через смоук видеть. Точнее, как это сказать правильно? За смоук заглядывать. Находят там Томаса. Подсадка работы. 4 в 4. Выход на плент. Крушел справляется. Видит еще одного оппонента. Дальше должен быть какой-то выход от Рейндвокера. Потеряли пока что инициативу. Снайперская метовка живет. Погибает Крушел. Дальше выходит Майти Макс. Находят еще один минус. Робин. И это 3 в 1. И вот тебе, пожалуйста, Энтри. Вот тебе Денислав, который убивает одного из оппонентов. Нам нужно убрать еще двоих. Время есть. Но вы держитесь, как говорится. Давай, Денислав! Давай! Нет, не получается. По стрельбе не прошло. 505-0! Ну, бывает что-то. Но он, как ты знаешь, пытался по пульке. Сюда по стрельбе идет. У меня всегда не идет. У тебя всегда по пульке идет. Я знаю. Ладно, не рассказывай мне. Это шестой раунд у нас. Меня скрим учил. Давайте посмотрим... Да, 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 я помню. Ты мне уже рассказывал. Давайте посмотрим коэффициент от наших друзей. Париматч, наповедителя на первой карте. Эндпоинт 1.33. 3.15 скейт. Напомню, что это пик коллектива скейт. Именно болгары взяли у нас оверпасс. Они уже играли до этого с эндпоинт. Обыгрывали их. Да, они без труда. 16.13. Но все-таки брали вверх над Великобританией. Вот именно этим коллективом. А вот сейчас проблемы. С самого-самого начала. Уже 5-0. Уже проблемы с экономикой. Зацепиться за раунды не получается. Да, они иногда делают минусы. Да, у некоторых игроков у эндпоинт с экономикой проблемы. Но этого мало. Нужно забирать раунды. Нужно забирать стрик по раундам. Нужно наращивать свою экономическую составляющую. Нужно выходить вперед. Пытаться забрать большое количество раундов на карте оверпасс. В атаке. Неважно в атаке. В защите. Неважно. Абсолютно. Потому что это ваш пик. У вас есть заготовки. Вы должны отыгрывать на все 100%. Но пока, увы, не получается. Снова бай. После паузы посмотрим, что тайм-аут принес команде скейт. Ну, точнее, принесет. Ну, решили, что экономика эндпоинт, как ты говорил, страдает. Поэтому можно попробовать сделать бай. С другой стороны, это может быть, там, шестой, седьмой в случае поражения в этом раунде. И кажется мне, что мы увидим с тобой повторение в карте оверпасс, которая происходит без атаки. Вот, типа, защитный оверпасс. Где-то вот рандомные взятые раунды в атаке. И, как мы видим, у нас, опять же, от Б почему-то преимущественно идут команды в последнее время. Выход на базу Б у нас вновь. Шурел справляется с одним. Со вторым тоже может попробовать. Через смоук вместе с Майд Максом дает еще по два минуса. И, в общем-то, Денислав опять последний. Денислав сейчас скажет команде бай-бай. Ну, тут нужно либо эй сделать, либо отъезжать. Или хотя бы, может, одного убить, потом попробовать поставить бомбу. Но контролится мост. Контролится с девятки тоже выход под бомбу. И, ну, Денислав, конечно, имея кучу времени, может попробовать забрать бомбу и уйти, например. Ну, так, чтобы было. Ну, как вариант, например. Да, сейчас девятки сейчас можно сделать килл. В антапы не заходят. А вот, по Дениславу, информация есть еще и по Коцле 26% здоровья. Ну, и Крушел не оставляет ни одного шанса. Это 6-0 в защите у Эндпоинт на карте Оверпасс. Все очень и очень неплохо складывается с самого начала. И, если честно, мне даже представить сложно. И немножечко с опаской я представляю. Там, кстати, я с пада просто выиграл 2-0. Держу в курсе. С опаской представляю, что будет, если Эндпоинт заберут первую карту у Скейт. Потому что там дальше-то карта Эндпоинт, а на той карте-то у Скейт, да, вроде как все неплохо. Но в любом случае Эндпоинт пикнули Даст. Эндпоинт неплохо играют на Дасте. И я бы вот как бы, ну, немножечко даже попереживал за коллектив Скейт. Если вы их болельщик, может быть, просто вы поставили пари, да, заключили пари на Скейт. Но в любом случае пока как-то не задалось с началом. Эндпоинт неплохо играет в последнее время. И это по результатам команды видно, по факту их работы. Но вот сейчас я вижу то, что команда Скейт ни разу даже не поставили бомбу. Ни разу за шесть раундов. И, возможно, в этом тоже не случится подобного. Один девайс себе закупили на руках у Спелна без гранат. У кого-то даже нет армора. Ну и снова попытка выхода под базу Б. Я не знаю, что там прописано, что ли, это база Б в контракте у команд, что нужно выходить почаще. Но вот каждый раз мы видим вчера базу Б, мы видели постоянно. Сегодня база Б тоже залетает. Шурел на приемке. Увидит оппонентов. Нужно прикрыть от тиммейтов. Пока что смог неплохой. Шурелский находит рафту. И пошел Спрей. Ну смотри, как отправится неплохо Скейт. Дают уже три минуса в размен только на двоих тиммейтов. И это три в два. Первая поставлена бомба. И первая возможность серьезная для того, чтобы забрать себе первый раунд с одним девайсом. По факту эко прострел. Там по пленту очень неплохой. Роккингу очень больно смог взлетать на шорт. Нужно действовать жить. Робину очень больно в ответ присылает кто-то из игроков команды Скейт. И два в два. Нужно каким-то образом жить. Смока нет. Зато есть две флешки. Есть девайсы. Но там биты Робины. Снайверская винтовка на ретейке. Новости плохие. Хотя нет. Нормальные новости. Все. Инфа пошла. Должно быть прикрытие. Рэдбокер на один выстрел буквально. Погибает от Крушела. И это до свидания. Седьмой раунд. Два в три. Красавцы. Изи. Эндпоинт очень грамотно здесь сделали. Все. Очень грамотно. Понятное дело, что игрок, который был на шорте, последний оставался с деглом. Ему нужно было открываться. У него не было инфы. Это фейк или не фейк. До конца он будет дефузить или не до конца. Вот это вот самая известная поговорка про не фейкует. Она тоже могла здесь произойти. И вот это вот все. В общем, да. Могло бы быть. Ему нужно было выходить. Он пострелял. Он спалил о себе информацию. И потом просто снайпер не промахнулся. Здесь очень грамотная была командная работа от Эндпоинт. И они эту командную работу выполнили на все 100%. Поэтому это 7-0. Это 7-0. У болгар вообще пока ничего не получается. Абсолютно. Но вот сейчас Рокинг находит первый килл. И возможно, после этого первого килла мы увидим первый раунд. Потому что скейт практически никогда не были в большинстве. Не считая предыдущий раунд. Ну, то есть, да. У них Энтри выходила крайне редко. И здесь вот один из немногих моментов, где они действительно имеют преимущество. Хорошая флешка. Тут провожает Майти Макс с хедшотом все-таки Рокинга. Хотя оказалось, что сможет Рокинг упрыгать и дальше не получить по себе дэмэдж. Рейнбокер ловит, как Сурелла, каким-то сумасшедшим образом. Майти Макс пытается жить. Влетает Смог. Летает еще и снайперскую винтовки. Отличный выстрел. И Денислав складывает Майти Макс. И тут уже сейв от команды Эндпоинт. Денег у них не так много. Хватит, конечно, на байн. Но не более того. Нужно будет давать дроп Томасу. И Крушел тоже кому-нибудь дроп скинет. Потому что не хватит на раскидку. Всего лишь 1400 получит на руку Эндпоинт. Соответственно, 4000 будет у двоих. Но Томаса 2000 с небольшим. И нужно будет как-то подсаппортить тиммейтам девайсами. Да. Ну вот тебе начинается потихоньку. Но опять же, первый раунд. Дело такое. Вот то, что с экономикой беда. Это да. А это момент такой. Не очень приятный. Потому что, ну, скейт заберут. Даже если они заберут второй. И еще будет 2-7. Вроде бы казалось, все равно он разгромный для первой половины. Но все равно у Эндпоинт не будет экономики. Уже при этом, скорее всего. Потому что сейчас разгропаются. Нужно будет отдавать девайсы. И так далее, и так далее, и так далее. И потом уже непонятно, что нас ждет. Может быть, скейт полноценно будут возвращаться. Но опять же, одного раунда мало. Одного раунда очень мало. Его мало для того, чтобы заявить о своем возвращении. И его мало для того, чтобы в принципе начать выстраивать свою экономическую составляющую. И там, кстати говоря, интересно, что у спелла на 0.1.7. Ну, не летит пока. Что бывает? Что, у тебя все время залетает? Что ты начинаешь нигнать на игрока? Ну... Ну ладно. Ну. Сейчас немножечко, по чуть-чуть, помаленечку. Рейнвокер вышел. Одного, второго. Иди сюда. Тут еще рафта помогает. Минус крушал. Сурел выходит. Находит один фраг. Но это все равно большесвольная команда скейт. Да, с другой стороны, там Рейнвокер тоже не фуловый. Буквально пару пуль. Можно говорить до свидания. Вот как раз-таки тот фраг и произошел. Уже 3 в 3. А было 5 в 3. Здравствуйте. Ну, такой, конечно, отпускать скейтам нельзя было. Ни в коем случае. Вышли почему-то по одному. Один с монстр, один с шарта. И без прикрытия, без флешки. И их наказали моментально быстро. Но вряд ли они ожидали, что там будет под Б такая тоже вот инициатива. Что их будет там сразу 2 человека. Явно не ждали. Рискнули. Робин. Увидел ли сейчас спеллона? Пока непонятно. Вроде бы не увидел. Будет откидывать флешку. А нет. Смотри, повезло. Робин грамотно сейчас отступил. Спалон прокидывает умолек. Чтоб тот не подгадывал, как на планете бомба ставится. А бомба не будет ставиться на планете. Потому что это будет выход под базу Б. Там есть ли напорник. Рокинг справляется с Шурелом. И у нас остается 2 в 2. Неплохой показался фейк. Потому что перетяжку одного бойца все-таки умудрилось произвести. Ну что. Рафту Рокинг против Робина и Томаса. Кто кажется сильнее? Еще и дуэта кажется сильнее. Это вот интересный момент на данной стадии игры. Именно в этом раунде, конечно же. Ну что, пойдут у нас? Мы должны пойти. Очень близко у нас находятся игроки. Рафту. Ну тут Рокинг, да. Перекрыли, перекрыли. Вообще без особой проблемы. Так, вот теперь, смотри. То, про что я и говорил. 2.7. И вот она экономика. 4.800. 3.400. 2.700. 3.200. 2.50. Что? Грустно. Вот именно. Поэтому, скорее всего, сейчас будут какие-то недефолтные пистолеты. И это выход на третий от скейта. Ну, вполне да. Вероятный шанс на то, чтобы этот третий случился. Довольно высок. Хотя мы с тобой видели... Давай глянем. А давай. Там уже по-любому как-то они... 1.72 Endpoint. Здравствуйте. 2.05 скейт. Слушай, ну все равно. Но Endpoint очень сочный. Ну, так-то да. Да, но они ведут 7. Ну, по всей видимости, 3. Да. Да, вражеская карта. У них там плохой винрейт. Не так много игр. Там 9, по-моему, сыграно. Только 3 оверпасса не выиграли. За все это время, конечно, команды скейт статистика получше. И уже выигрывали они команду Endpoint на этом пике. Как мы уже с тобой выяснили. Но вот сейчас у них камбэчная. Наступило постепенно. 7.3. Денег довольно много. Тут можно, в принципе, себе в первой половине набирать и шестерочку всякую. На следующий девайс не забирают, а там уже почти пятерочкой попахивает. Честно говоря, после счета 0.7 пятерка это уже хорошо. Это прям великолепно. И вот она атака, которую мы с вами ждали. С другой стороны, стоит также отметить, что команда скейт, даже проигрывая раунды, вот эти 0.7, они всегда в каждом раунде делали важные таги, что не позволило себе эту экономику сохранить команде Endpoint, чтобы она не росла, и чтобы защита не могла покупать себе все девайсы в напряжении там 3-4 раундов. Как это было вчера в одном из матчей, где просто экономика не заканчивалась. Одна из команд на протяжении всей половины первой. Какой-то у нас был карта с тобой какая-то очень быстрая. На Дасте, по-моему. Или не на Дасте. Олег, вот ты путаешься. Или на Инферно это было, когда там счет 16. Может, вообще был не Counter-Strike. Олег, я другое... Нет, ну-ка, я комментирую другое, но все равно. Подожди, давай. Ну-ка, секунду, секунду. Тут интересные у нас дела. Кстати говоря, Томас не первый раз уже с этого буста минусует болото. Денисов это распадает. Сурел не промахивается. Порой, к нему, который заходил через шорт, и уже проблема с самого-самого начала этого раунда под номером 11 у команды скейт. Болгары немножечко потеряли своих бойцов. Спелла начинает открываться. У него только лишь фармган в руках, при том, что 5800 у него есть на кармане, но у него фармган. Сурел замечает игрока на монстре, дает информацию. Майти Макс будет на холпе. Майти Макс. Есть минус первый. И еще одного забирает. Ну и последний игрок на шорте. Его тут должны тоже закрывать. Да, Майти Макс. Трипл килл. По итогу это 83. Эндпоинт все-таки вот после такой небольшой серии поражений по раундам пришли в себя, словно яркий Феникс. В очередной раз расправили крылья и снова летят к победе. Ну и по факту один фраг достался в команде скейт, и то сожгли игрока. А нет, два фрага. Все, два фрага, да. Второй там тоже залетел. Но, как мы уже говорили, деньги есть. И деньги есть еще и на следующий раунд. Если вдруг команда скейт проиграет, а такое тоже вполне возможно. Уже 8 раз такое видели. Так что это будет далеко не сюрприз. Крушел находится на центре, будет выискивать там врагов, но по таймингу Чоу-чуть не угадывает, хотя Роккин тоже не выходит и просто чекает снайперскую видов команды Эндпоинт шарики, куда тоже команда скейт может в теории выйти. Какие-то бусты там интересные против центра. Скейт решили организовать. Ну и дефолтная позиция на туалетах. На Эмко смотрят банан, и Крушел будет прикрывать, собственно говоря, те самые туалеты. Ох, сейчас бутыл, да. И сейчас. Нет. Подожди, подожди. Раскинули, раскинули, но все закрылись, все закрылись просто по углам. Никто не пикает, и по итогу... Вот только сейчас, да, Робин находит спеллона. Ра... У нас сегодня очень много раундов в этой карте, где погибает минимум. В одной команде было много раундов 5 в 0, 4 в 0, то есть каких-то моментов в квадж-ситуации или вот 2 в 2 было там по пальцам пересчитать можно буквально 1-2 раза. То есть мы помним момент 2 в 3, когда эндпоинт взяли. Тогда на базу Бен это было экономическое для команды Скейт. Еще потом было 3 в 2, но в основном это какая-то, ну, чуть ли не чистая победа в раунде. Крушел немножко запутался в будущем блайнде. Пересталка исполнена получается. Балгардает свой минус. И Теодор Николов. Линдерколов. Вообще у Болгарова очень схожи фамилии и имена к СНГ. То есть там есть... Никол очень много там, на самом деле. Да, Никол там, вон, Константин был, хотя Константин-то не СНГшное имя, как я помню. И там есть Олег. Сейчас посмотрим. Да, вот как раз таки Рафту. По-моему, греческое имя. Да, Рафту это Константин как раз таки. Вот, Майти Макс это просто Макс, Максимка. А нет, мужское, русское личное имя латинского происхождения. Да, даже так? Ничего себе. Константис. Постоянный, стойкий, Констанций. Ну, типа, как Константа, видимо, постоянная. Наверное, да. Наверное, именно так. Так, ладно, мы немножко по именам прошлись, а тут уже возможный выход будет под монстра. Майти Макс в опасной ситуации. Видел ли сейчас тень? Да, видел ножку, прокидывает молик. Нужно бы уходить, потому что могут прилететь и хаешки, и молики. Прикрывается там и шор, две хаешки влетают, но там уже никакого нет. Скейт готовится выходить, отгоняют сблизи моликом игрока защиты. Ну, и теперь нужно хорошо поработать против шорта. Информация должна быть для команды Инпоинт. Как мы видим, они втроем находятся под база Б. Полетели флешки и выход в смоу, хотя время еще было слишком рискованно. Сейчас ребята, хаешка влетает, хорошо пробивает игрока атаки, но выходит спеллен и рафту и дает свои два минуса. Крушел последний, прилетает ему ровно бутылкой в лицо, и он должен уходить, потому что шансов у него нет, хотя времени у скейдов было тоже немного, но там смоки и поставленная бомба означает то, что, скорее всего, Крушел пойдет на сейв. Ну, слушай, вообще скейдом желательно забрать шестерку, ну, вот уже на этой первой половине, потому что, ну, будет сложно потом, потому что я, ну, я сейчас смотрю на Инпоинт и понимаю, что ребята настроены очень-очень серьезно и на первую, и на вторую карту. У некоторых игроков коллектива скейт не все по стрельбе получается. Тут Крушел прекрасно понимает, что вокруг него игроки бегают, ну, один как минимум, он его отпускает, говорит, иди, я тебя не трогаю, можешь уходить. Ну, уходит. И по итогу ситуация один в три становится. В плане того, что по выжившим Крушел сейвит снайперский девайс, это, если не ошибаюсь, АВП Бум, очень старая коллекция, которая, в принципе, смотрится неплохо. Это летняя коллекция 2015 года, которая была в кейсе оружейной. И очень-очень просто превращается летняя коллекция в зимнюю коллекцию. Помнишь, как он делал в фильме? Да. Но у него не совсем получилось изначально. у нас тоже вряд ли получится превратить ее в зимнюю, но в любом случае там Mighty Max подгорает, кстати говоря, что этот КП остается у него. И пока у него, ну, у него одного, наверное, проблемы с Баем, хотя, если смотреть на первый армор, то у Endpoint у трех игроков проблемы с Баем. Ну, там оно и понятно, там такой кушал, остается 2,5, практически, до 250. Рокинг делает, у нас покрушу, открывается неплохо под флешку Рейнвокера, и ситуация 5-4. Ну, вот начали делать скейт-энтри, и с этими энтри-фрагами у них получается явно получше воевать против команды Endpoint. Не совсем сразу реагирует у нас игрок на КамАЗе, это был Спеллен, все-таки оформляет фраг на Робина, потеряли тем временем Рейнвокера, очень битые команды с одной и с другой стороны. Шурелл не получается убить Спеллена, хотя у того 9 хп подставляется под Денислова, 2 в 3. Да что ж, не летит у команды Endpoint, сейчас не очень понятно, разворачивается атака и бежит под базу B, пока что Endpoint это не читает и скорее всего будут сейвить свои девайсы, денег у них на последний раунд первой половины нет, совершенно раскидка на базу B, Молик на хпу смог, на девятку и беспрепятственно выход на точку, да, мы видим, что Endpoint просто убегает на сейв двух эмок, может быть найду что-то еще, не уверен, что у них были какие-то девайсы посерьезнее, но тут находят калашников, есть ли там авик где-нибудь, вопрос. Возможно, сейчас будет авик, если найдут Данислава. Слушай, ну на самом деле начинают потихонечку просыпаться, ребята из коллектива скейт начинают забирать раунды в атаке, а не могу сказать, что поздно, вот правда не могу, ну то есть, если они заберут шесть в атаке, есть вероятность того, что у Endpoint даже с тем, что они забрали уже девять в защите, будут проблемы, это не их пик, они не очень хорошо показывают эту карту, и поэтому, если скейт сейчас забирают еще и последнее, они скорее всего забирают его, потому что там, ну элементарно проблемы с деньгами у Endpoint, и скейт просто нащупали какие-то точки, слабые точки у команды Endpoint и начинают о них давить, то есть они первые там, что, 7-0, правильно? правильно, по-моему, 7-0, да, вот, после 7-0 начали как-то потихонечку уже приходить в себя, начали понимать, на что, на какие пленты и как можно давить у Endpoint, и чаще, кстати говоря, начали нам показывать базу А, то есть начали играть пошире, спейса стало больше у команды скейт, и Endpoint это стало не очень комфортно, то есть не всегда они могут теперь закрывать вот эти вот перемещения у скейт, и болгары, вот вам, пожалуйста, уже пятерочку взяли, если на шестерочку выйдут, 6 в атаке, это очень неплохо. Да, это отлично, на своем пике, опять же, после чего-то 7-0, 6 в атаке, это уже хорошо, и при том, что все эти 6 были взяты чуть ли не на девайсах, может быть, они там 2 эко сделали у врага, но не более того, потому что вчерашний матч у нас там были по 2 девайсных за половину, за атаку, это было довольно скудно, неинтересно, и как-то вот, ну прям фи, а здесь действительно есть шансы для того, чтобы мы посмотрели с вами атаку с одной и с другой стороны, при том очень неплохую, спеллн знает, что есть игрок на бочках, сбривает Майти Макса, и тут же присылает еще и смог Сурилу, есть игра против девятки, но спеллн не получается, найти для себя фраг, проходит дальше, взрывает рафту, погибает еще Денислав, те были очень биты, врывается во флешки, слепой Робин получает от спеллна, это возможный эйс, если найдет игрока на девятке, нету Томас, Томас, правда, погибает, девять шесть, команда Скейт, так и закрывает себе дефолтный, дефолтный шесть раундов за атаку на оверпассе на своей собственной карте, ну и вы видите по табуляции, как происходили у нас действия на этой карте, семь ноль, семь три, девять три, девять шесть, это телефон Алексея Пчелкина, звоните. Алло? Да, 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 да? Хорошо, спасибо. Шесть один, на третьей карте Нави сам, Сыман, кстати говоря, идут, вот, Сыман выигрывают, нет, Сыман, шесть один, да, выигрывают на троение, ну, неважно, это просто, ну, я уже не хочу. За атаку или за защиту? Я, сейчас скажу. Ну, покажи, пожалуйста, покажи, за Олег атаку, шесть один, окей, да, там, когда будет звонить, ты мне тоже сообщи, я, ну, я в шоке, просто, по, по Counter-Strike, 2020 года, я в шоке, друзья, просто, это, это не аналитик, это, 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 Олег, я не знаю, я не могу, я не знаю, это ужас, это ужас, ладно, у нас тут вообще другой матч, у нас тут 9-6, у нас тут первая карта, всего мы с Олегом для вас сегодня прокомментируем, два БО-3, это первая, это первая карта 9-6, это пик коллектива скейт, карта оверпасс, и у нас вторая пистолетка, поехали. А как переводится скейт, Алексей, ты знаешь? Ну, я бы хотел сказать, что скейт, вот это на колесиках, но это нет, сейчас прогуглю. Я просто не знаю, и поэтому я вот спрашиваю тебя, всех, мне вот интересно, как... Повреждения, Олег. Повреждения, мы команда повреждения. Ну, типа знаешь, как на скейте едешь, упал, хоп, повреждения получил, вот, поэтому тут все логично, Олег, вот я бы тут с тобой не согласился, все логично. Хорошо, хорошо, ну, сейчас буду повреждать команду Endpoint, пока получается, пока получается, скажем так, ну, и защита для команды скейт, на Сэпсом Стампике, есть Хаешка в защите, при том даже не одна, а сразу две, врыв от Endpoint на базу А, навыгнали всех защитников, прокинули смок на Хелпу, поставили пачку, и будет ретейк, при том, что ретейк с Дефу с китами, влетает. У нас две Хаешки, Томас прыгает на пленте, дает один хайчо, дальше разменит его с Пеллан, 4 в 4, нужно ходить еще атакующей команде, скейт, Робин находит фраг на Рокинга, и пока что защита захлебывается, хотя вот есть разменщики, крушал, не, получается по стрельбе, 2-2, ну и по-прежнему шансы есть, времени хватает на то, чтобы задиффузить, но вот ХП слишком мало, Спеллан остается последним, 3 ХП у него, и это скорее всего, будет сейчас победный раунд, для команды Endpoint, нужно найти последнего, Спеллан получает последним патроном, под трем своим ХП, и отдает команде Endpoint 10 раунд. А знаешь, как он настоятельно писал? Повреждение против конечной точки. Это вот прям, это прям, это прям название, это название для боевика со Стивеном Сигалом и с Брюс Уиллисом. Повреждение против конечной точки. Бум! А давай кайф посмотрим. А давай кайф посмотрим, самое время, как раз таки, после второй писательки. Наши друзья из Пари... Подожди, почему карта... Почему у меня карта 2? Извините, прошу простить меня, извините. А потому что, возможно, закрыли на первую карту и автоматически на вторую. Хорошо, сейчас покажу на первой. На первой. Показываю на первой. 1.40 от наших друзей Пари Матч на Endpoint. Ничего не показалось. 2.80. Не показалось? А еще раз? А вот так? Показалось. 1.40 на Endpoint, скейт 2.8. Это коэффициенты наблюдителя на первой карте. Вот теперь все точно. Теперь вот все правильно. И не забывайте, кстати говоря, что Пари Матч обновили свой сайт. Теперь сделали все намного вот как-то поживее, побыстрее. Я лично оценил. Можете сами зайти проверить. И не забывайте, что есть удобное приложение для вашего мобильного устройства. Не важно. iOS, Android. Не важно. Что вы там выбираете. Приложение везде идет очень и очень хорошо. Так что скачивайте и пользуйтесь. А мы смотрим. 17-й раунд. А тут Force для команды Skate висит в воздухе Rainwalker. Команда Skate любит повисеть. Как мы видим, они и за атаку повисели, и за защиту висят. Но это интересная, кстати, идея. Укрепление базы B. Thomas находит фраг на Rainwalker. Дальше присылает еще и Robin Raft. У прикрытия должно работать. Денислав. Неплохие 2 минусу 2. Крышета влетает. Идет правда от Mighty Max. Ответочка. Крышел находит фраг на Rocking. Гасается последний спелл. Дает немного дэмэджа на Крышел. Но 1 в 3 по-прежнему скаут без армора. Это, простите, такое не берется. Ух ты. Прям так, прям под затыльничек такой мог бы сейчас выписать и чуть повыше прострелив бы. Но нет. Mighty Max был фолловым и получает только много дэмэджа. А вот тебе 11-я. Возможно, еще и 12-я. Возможно, Endpoint сейчас вообще скажут, типа, вы что это самые, которые... Идите отсюда и на даст их выгонят. Я там вижу Томас. Разыгрался на шутку. 22-13 статистика. По-моему, даже 20-ки там ни у кого и нет близко. А вот у него есть. Мне кажется, Mighty Max неплохо еще тоже настреливал. Сейчас мы посмотрим на статистику после раунда. Но вот есть подозрение, что Mighty Max там очень неплохо навоевал. Вместе с Томасом они там делали очень прикольные вещи. Плюс очень неплохо попадает Крушел 11 на 7. Но Mighty Max 14 фрагов имеет. А вот у команды Skate по фрагам, конечно, все очень грустно. Максимум 13. Там 9, 5 у Рафту. Боль, печаль, тоска. Да ладно. Все хорошо, Олег. Не печалься. Все замечательно. Посмотри на улицу. Солнце. Тепло. Май. Классно. Все замечательно, Олег. Все просто супер. Робин, правда, проседает до 12% здоровья. Но это такое. Это уже, знаешь, такие издержки профессии. Назовем их так. Но в любом случае еще 5 на 5. У нас ситуация. Пока все замечательно для одних и для других. Да, у Робина проблемы, но даже с одним ХП помнится мне. Понятное дело, что это было в матчмейкинге. Но я сделал минус 4. Угу. Так что грамотно занятая позиция. Это полдела сделано, как говорится. 18-й раунд. 18-й раунд. Минута 15. У команды Эндфоинт в атаке. Рейнвокер открылся. А тут еще открываются и не он один. Еще много. Ой-ой-ой, Суриел. Как же ты промахнулся-то? Жалко. Еще и Денислав сейчас. Ой, Ну, я понимаю. Вот, знаешь, это квинтэссенция Counter-Strike 2020 года. Это когда вы суперклассно идете, выигрываете вот это вот все, а потом берете и сливаете раунду, в котором, ну, непонятно чего и непонятно что. Не, подожди. Тут ребята разобрались. Поторопился Денислав. Мог бы убивать игрока. Или просто каким-то образом чудесным разыграть все это. Mighty Max сейчас будет случиться с Spellon. Очень малых ХП. Флешка. Spellon пытается жить. Находится за плентом. Mighty находится его враг. Spellon тоже не видит ничего. Никто никого не видит и не слышит. Что самое интересное, Spellon тут просто крутится и видно тушку Spellon. Mighty Max убивает оппонента. 12 раунд. С горем пополам. 2 в 5. Беру для себя игроки команды Endpoint. Но это было потно. Endpotno. Слушай, ну, я думал, что как бы все и грустным образом закончится на самом деле. Ну, нет. Ну, нет. Молодцы, Endpoint. Так скажем, взяли себя в руки. Не допускают тех самых ошибок, которые допускают, например, Na'Vi. 9-1 там счет на Трейне. Na'Vi. Вот, да. И смешно, забавно, ну, весело. Ну, я не знаю, как это комментировать, к этому относиться. Когда Трейн и когда у Саши Симпла счет 3-2-9. Ну, не знаю, правда. Ну, ладно. У нас немножечко другое противостояние. Перестримил. Перестримил. Да. Перевалорантил, как говорится. Ну, да. Ну, ладно. Это, да, это все-таки не важно, что играет Симпл, он в любом случае очень жесткий. Всегда. Просто игроки, они не роботы, и иногда можно выпадать из этого вот жесткого графика. Ладно. Давайте смотреть дальше. А дальше у нас минута. Минута остается у Endpoint. И Mighty Max открывается очень классно по рокингу. Правда, тут Денислав есть минус. Денислав есть еще один. Что? Еще одного заберет. Тут Спеллана Рафт. Подключились. Крушел. Сделал минус перед смертью, но это не спасет его команду. Сырил последний. 1-3 ситуация, но и вряд ли тут что-то получится. Подожди, там 2 в 5, так что взяли, да, против не девайсов, хотя девайсы подбирали уже игроки команды Skate в прошлом раунде, но да, тут 1 в 3 будет, конечно, сложно. Есть, конечно, молик, пара флешек, но там все прекрасно чекается. И Сырил закидывает молик за плент, выходит игрок из защиты, но там уже и спина может подойти, и Сырил нужно чекать это довольно внимательно. Не самый лучший кд. Сейчас у игрока команды Endpoint, но он может выйти в дничку, а может быть даже побольше. Если сейчас заберет троих, начинает очень быстро продвигаться, соответственно, себе местоположение выдает, и очень легко его спеллен забирает 12-7, 5 раундов преимущества за командой Endpoint сохраняется. С другой стороны, там денег хватает только двоим на девайсы, и, возможно, мы увидим ЭКО. ЭКО какой-нибудь сейчас. Ну, круто поработал Денислав со снайперской ментовкой, дал два минуса, да, потом погиб, но все же какие-то размены смог оформить. И пауза у нас залетает для команды Скейт. Они раунд выиграли, но нужно подумать о том, как преимущество наращивать, точнее, догонять команду Endpoint и не давать наоборот Endpoint. Да, я здесь, кто что хочет. А хочешь Кэп? Хочу. Ну, ну, давай. Давай, маленький какой-нибудь коэффициент от наших друзей париматч Endpoint 1-33-3-15 Скейт. Ну, по счету, на самом деле, пока все логично. В принципе, Endpoint выступали фаворитами в этом противостоянии. Да, неважно, чей это пик, просто Endpoint были посильнее, так скажем, выглядели посильнее. И вот теперь у Endpoint как бы кэпчики, соответственно, такие вот небольшие 1-33. Но, но, сейчас у нас только лишь пистолеты. Есть Тэг, есть Глок, два, кстати говоря, П-250 и Дигл. Армор только у Томаса. То есть, четыре игрока без арморных. Давайте смотреть, что этот раунд нам преподнесет со стороны Endpoint. Ведь такое же не должны сливать Endpoint. Точнее, Escape. Правильно ли? Ну, вроде как, но это не точно. Погибает Surreal. Дальше выход на Spell. Погибает сам Spell. 4 в 4 есть девайс. Правда, под без арморного, но можно отдать, например, Томасу, который сегодня явно попадает и попадает довольно знатно. И дайте девайс ему, пожалуйста. Я не понимаю, почему ему не дают калашников. Единственное, арморный. Вот, все, отдали. Молодцы. Итак, получает Crucial для себя. Рафту ждет выход под монстра сейчас, находясь возле коннектора. И прочекает ли это сейчас команда Endpoint. Сможет ли прочитать? Непонятно. Да, его замечает. Отлично работает от команды Endpoint. И Рафту вынужден отойти. Тут у нас Рейнвокер под флешку. Сам себе режиссер. Получает по голове, хотя убирает еще и Crucial. Остается 2 в 3. Очень больно притает Рафту. Тут не дергается. Томас находит один фраг. Для себя уже дабл килл для него. Нужно реализовать калашников хотя бы на один минус еще. Но вот насчет клача я очень сильно санимвайс. Там находится игрок в смоках. Рафту вылет и убьет игрока на шорте в минус 3 на экономическом рейнпоинт. Это неплохо. 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 Да. И правда. Очень и очень неплохо на самом-то деле. Ну окей. Ну окей. Смотрим дальше. Хайлайтик предыдущего раунда. Понятное дело. Тут Трэндвокера дабл залетел. Показали нам это. Да. Там пишут нам в чате что по поводу Нави в шоке. Да. Там 11 раундов уже Семан взяли в атаке. Два Нави в защите. Но это не важно на самом-то деле потому что это онлайн. И все команды привыкли на это списывать. Но у нас-то здесь тоже онлайн и у нас-то здесь тоже у скейт проблемы. Хотя это их пик. Хотя скейт уже обыгрывали эндпоинт. Но вот сейчас проблемки прям вот прям вот здесь и сейчас. Посмотрим как с этими проблемами скейт будут справляться. Нужно брать 4 раунда к ряду. Нужно ломать экономику эндпоинт. Нужно сравниваться. А уж потом уже можно поговорить о том что можно выходить вперед по раунду. Ну как-то да. Сейчас отдавать конечно нельзя вообще раунд команде скейт. Иначе можно вообще отъехать в беспросветное будущее. Когда у тебя вражеский даст Денислав идет. Не замечает оппонента. Майти Макс с ним пользуется. И разумеется просто челкает Денислава. Рокинг пытается с планета кого-нибудь раздамажить. Вроде получается внести какой-то дэмэдж. Майти Макс живет до последнего. Молотов летает. Майти Макс живет. Приходит тиммейт. Получается это по голове. Но Брокинга тут была своя дуэль. Потому что бы не мешали. Приходит еще и Робин. Разбирается с оппонентом. Зачекают для ланга сейчас. Какие команды эндпоинт. Да. Крушел без проблем управляется спелом. Погибает еще и рафта. Это один Рейнвокер. Как я уже говорил денег у команды скейт нет. 13 раунд. Возможно. 14. Возможно и вся карта уходит весело. Потому что непредсказуемый такой результат. Ты какой веселый. Мингат. Вчера? Мингат. Мингат. Я вчера хотел тебе написать. Сейчас подожди. Раунд закончится. Хотя ладно. Там сейф. Вчера хотел тебе написать. Вот Олег. Да. Это я. Работаю с тобой в паре. Работаю с тобой в паре. И не устаю. Ну то есть не чувствую усталость. Понимаешь? То есть комфортность на 100%. Понимаешь? Вот пара. Пара. То есть комфортно с тобой работать. Понимаешь? Что вот иногда бываешь отработаешь там вот одно было три и все. И уже устал. А понимаешь? С тобой отработал и вот еще хочу работать. Алексей. У меня к тебе и к нашему парному комментированию подобные чувства. То что есть люди некоторые с которыми прям вот как это сказать? Душно. Душно. Душно, да. То есть ты ощущаешь себя немножко выжатым. Потому что есть некоторые параметры когда у вас нет синергии. И от этого ты не понимаешь как себя вести. с этим человеком. И от этого становится некомфортно. Как будто ты комментируешь с абсолютно новым человеком которого ты не знаешь и вообще он не комметатор Контра-Страйка. Что тут происходит на тебе? Все-таки Крушел справился второй попытки. С этим буслом еще поезд помешал немножечко. Возможно он в поезд и попал. Короче говоря да мы с Алексеем отличная пара комметаторов. Это стоит уточнить. Спасибо что уточнил Олег а то у меня жена на этой трансляции смотрит. Ладно смотрим дальше на 22 раунд и у нас здесь пока спелл вот так вот просто Диглав смог Суриела забирает. Да понятно дело что Робин на размене и понятно дело что 4 в 3 то есть большинство для Endpoint при том что у Skate ну там Scout да 2 АМки хорошие девайсы сигнатурные но большинство большинство по идее Endpoint вроде как должны реализовать хотя еще опять же вопрос открыт выйдут ли на 14 потому что 3 в 4 но это такая шаткая такое большинство назовем его так а здесь вот если еще одного перестреляют например вот кого Денислава с тем самым скаутом давай посмотрим перестреляют или нет заметил заметил на банане оп пощадили еще раз пощадили а ну там уже сзади открываются хотя подожди 3 в 2 ситуация Денислав делает килл Рейнвокер а почему а почему он так вот просто берет и убивает ой-ой-ой большинство свое не реализовали дальше времени нет крушал просчет ли что где-то есть враг нет не читает это 9 раунд для команды скейт с тем форсом который у них был они все-таки справились но это была проблема эндпоинт которые долго выходили подставились под скаут не могли долго пройти при том что и Эндри был за ними и вот он поезд треклятый поезд который просто впитал в себя весь урон кстати Олег да позволь напомнить про сегодняшнюю активность конечно Алексей я даже могу сделать большую подводку к этому всему поскольку да мы вот с Алексеем уже второй день сегодня работаем Алексей придумал такую интересную вещь как интерактив для людей которые смотрят данную трансляцию мы работаем на камеры когда матч не в своем пиковом скажем так протяжении то есть до матча и после матча мы уходим на камеры и для этого Алексей для вас дорогих зрителей придумал развлечение если в его инстаграме на последней фотографии будет тысяча лайков то Алексей Пчелкин будет в своем родном в своей родной шкурке то есть в костюме пчелы если вы хотите это увидеть на этой трансляции сегодня то переходите в его инстаграм ссылочка будет в чатике и может и так да вот в чате появилась как она правильно Алексей Пчелкин найти довольно просто есть галочка ну подожди галочки пока нет но все в процессе все в процессе но да если в общем тысяча лайков на последние фотки наберется ребята в костюме пчелы в аналитику вылетаю с Олегом Ментгадом настроение всем поднимем проанализируем и это будет ожужительно просто невероятно ожужительно с Пелон минус Томас а тут решили тоже форсунуть эндпоинт в ответ бай у них в этот раз поинтереснее чем у команды скейт есть два калаша Галил и Макте но нет уже Томаса того убиватора который как раз как команду эндпоинт частично и вытаскивал в соло шурел прыгает на себя какое-то внимание стягивает возможно это просто нелячная попытка запрыгнуть на перилку но как-то задумались эндпоинты пока все очень похоже на прошлый их матч когда тоже вот может быть счет 13-16 в пользу команды скейт и защита здесь работает для скейт чуточку лучше спелон уже поджал туалеты возможно будет обходить в спину своих оппонентов и будет заходить через коннектор как раз таки аккурат в тайминг если будет информация погибает Робин это уже 5 в 3 и Рейнвокер вообще где? ага он находится возле монстр он был как под монстром на шарте тоже страдает и круг атаки крушел и Майти Макс вдвоем 13 хп и соточка ну хотя 2-2 эти минусы дали но дальше погибель фарм плюс калашников и до свидания 13-10 да интересно у нас коэффициенты есть от наших друзей при матче они есть кстати говоря Олег обратите внимание на эндпоинт 1.62 на скейт 2.20 были коэффициенты у нас на карте оверпасс сейчас у нас эндпоинт соответственно не закупаются только лишь пистолет Глок у 4 игроков и у Робина по 250 ну посмотрим скорее всего 11.13 ТБшечка для Роботяг должна состоять там по спелну попал на по пятке по пятке в пяточку это нормально ладно хорошо на спелну хватает дэмэдж на троих и правда самому хватает урона Рафту пришел забрал Шурела тут уже спина Рейнвокер сражается но это легкий раунд 1.13 11 команда скейт ну как минимум привезли ТБшечку по работягам в чате если таковы есть но очень часто мы видим что именно ТБшечку ловят работяги и соответственно она вот как раз таки для них и зашла теперь уж девайсы будут для эндпоинт вновь прикольный пролет никогда не видел пространство за КамАЗом за этим за вторым можно сказать спасибо нашим обсерверам спасибо нашим ну вообще не нашим но обсерверам которые эту игру для нас показывают большие молодцы умнички работяги опа первые контакты Томас просто забивает двоих находясь на монстре поставляется еще и Рафту есть четвертый игрок конечно тут на приемке но Роккин когда это один минус дальше не получается погибает от Крушела и камон 1 в 4 камон как че вы повылезали на этого монстра спеллан 1 в 4 спеллан 1 в 3 спеллан не ну такое тащить нельзя такое тащить нельзя спеллан 1 в 2 спеллан и сюда с юспа пошел ты смотри что делает ты смотри что делает остается конечно битым спеллан откидывает молик справляется 13 кп 13 кп вроде дала ты сам олег все как это 1 в 4 твоюж налево что вы творите эндпоинты там просто какой-то бешеный спеллан который заставил Алексея и команду там в эндпоискейт взять паузу видимо от всего комментирования ничего не побоялся растеряли синдпоинт и 13 киповы забрать не смогли что происходит с этим матчем я не понимаю это как это бешенство у спеллана не попало ни одного патрона робин хотя нужно было только один патрон с любого девайса и Алексей видимо до конца в best of 3 пошел челить я не знаю скейды взяли паузу что это было ну как это возможно ну почему ну вы серьезно ну что это за бред 13-11 вы остаетесь 4 в 1 у вас есть инфа по последнему игроку он начинает стрелять с девятки он вас 1 в 4 перестреливает при том что последнего игрока с 13 процентами что за бред что значит зачем я кричу вы считаете это нормальным это не нормально это бред это хлеб да это какая-то мякушка произошла я честно я тоже вот с алексеем солидарен не так конечно эмоционально я к таким вещам ну не конкретно к таким вещам просто что значит не так что это это про игроки это про игроки они за это зарплату получают они сливают 1 в 4 1 в 4 о чем вы мне говорите вообще что вы мне будете в чате писать защищать кого-то о чем вы мне говорите 1 в 4 и они сливают что это бред просто бред но по-моему сейчас и приедут игроки команды эндпоинт за такие выходки да это был экономический погибли все убрав только одного рокинга но тут должно быть что-то я бы еще раз посмотрел повтор но там честно говоря спеллант сыграл настолько нагло и агрессивно что видимо эндпоинт растерялись что типа какого черта он улетает дает нам просто свертухи одному второму третьему и там снайпер начал паниковать как это произошло дискоммуникацию команды то есть там сложилось все воедино и вот эта наглость агрессия плюс дискоммуникация и возможно уже расслабленность что последний не пойдет их давить они же даже бомбу не поставили то есть там какой-то был там был контроль бомбы там была когда он с девятки пострелял там еще и была информация где игрок находится ты понимаешь да я понимаешь но команда Endpoint не понимаешь вот ты не понимаешь как это возможно нет конечно были в истории случая один в четыре и один в пять там были берущиеся но это было настолько редко и настолько странно то есть там особо не пушил тебя в последний выжившем просто стоял например на бомбе условно или тот же самый экзипик просто дефузил бомбу а так чтобы влететь с ноги он даже практически не стопился он просто вылетел дал одному второму третьему и четвертого там уже но это было совсем сумасшествие Денис вот как вы спиной то выходите к позиции снайперской еще и убить то вы ее не можете он еще и промах то дал но блин тут что-то Endpoint начинает разочаровывать ладно там снайпер промахнулся не ожидал эту спину и по спине как мы знаем сложно попадать почему-то видимо это просто какая-то эмоциональная вещь и думаешь о легкий фраг и попадаешь под мышку ему куда-то поле свистит но это да понятно был готов но готов не был самое интересное сейчас если оставят одного вот-вот-вот спеллона и слить а нет не слили жаль жаль я ждал что где-то 4 сольют ну ладно ладно а в этот раз все-таки не получилось Endpoint 14.13 с экономикой у скейт понятное дело все замечательно все хорошо там что у нас два авика да два авика все хорошо у Денислова и у спеллона будет снайперский девайс и будем пытаться с этим снайперским девайсом сейчас ребята из коллектива скейт противостоять Алексей а может допы тройные как вчера да давай завози больно мне аж больно стал как Денислов по зубам получил от этого выстрела вау вышли втроем конечно попадание было от спеллона снайперской винтовки но попадание было в ногу или прострелом через текстуру поэтому 100% демэдж не влетел который должен был с авика влетать тут поджим пошел уже воды от команды скейт с базы Б я понимаю что нужно собирать информацию дополнительную ну а Endpoint не торопится куда-либо выходить пока что просто чекают ну и мы видим что Endpoint собирается выходить из коннектора под базу А занимаем постепенно туалеты выход на центр будет от Майти Макса ну на лонг прошу прощения от Майти Макса и Робина ну и через бананы и туалеты пойдут игроки наверное с плитом на Аппленд где уже есть два игрока один с девайсом другой не очень и номер 8 Рафт еще пока тусуется на базе Б получит информацию от тиммейтов и наверное даже пойдет воевать с другой стороны если сейчас Endpoint выбивает все девайсы и скейт ничего не сейвит то у скейт денег будет ровно там 1900 или 400 да но практически не будет то есть сейчас либо приемка качественная либо сейв девайсов но сейва походу не будет Рейнвокер убивает одного дальше чек машины чуть не погибает но сразу двое погибает Рейнвокер и Рафту последний один в четыре такой мы же сегодня видели там битый Мать и Макс и Шайл но Рафту даже не пойдет Рафту иди у тебя тиммейт уже это делал ну почему ты уходишь тиммейт уже забирал один в четыре у тебя а ты уходишь ну вот так вот так всегда ну это 15 15 для Endpoint кстати говоря кстати говоря если у нас Endpoint заберут 16-13 то это будет полноценный реванш потому что скейт предыдущую встречу забрались с таким же счетом 16-13 ну именно скорее всего из-за этого и пикнули еще раз Overpass дабы противостоять здесь Endpoint но чего-то мне подсказывает что не удастся хотя посмотрим посмотрим может быть допой как уже сказал Олег в принципе Overpass вот у меня лично лично у меня да вот у Олега не так но вот лично у меня последние три дня Overpass это первая карта на которую я комментирую два часа то есть три дня назад примерно шестого числа по-моему шестого числа или пятого не суть важно там один день плюс-минус у нас тоже был Overpass и у одного из игроков были проблемы и мы одно было три комментировали два часа одно было три точнее одну карту одну карту два часа вот один Overpass потом мы с Олегом комментируем у нас тройные допы на Overpass это было вчера тоже два часа одну карту комментируем и сегодня третий день подряд мы тоже комментируем Overpass и если сейчас тоже будут допы ну вот я уже не удивлюсь это уже будет не случайность а закономерность сама по себе при том что да у нас Overpass первой карты такие вот прям хорошие разминочные карты думаю что даст будет поактивнее хотя я бы не сказал что у нас Overpass какой-то вот прям медленный команда довольно активно действует и одна и вторая поэтому этот Overpass хотя бы не скучный тут команда не ползает какой-то экшен видим постоянно кто-то подставляется какие-то один в четыре то есть здесь Overpass прям такой сочный за которым я бы посмотрел действительно на топах еще разочек тем более что Overtime 16 тысяч нас пытаются убивать игрока на бочках там Rainwalker получает молик получает хаешку даст себя тушит еще и выживает каким-то чудесным образом ну и врыв под базу Бенни особо хотят Дэнпоин ждать какого-то момента удачного и хотят идти дальше но здесь только один наборник это Rainwalker Лу Хиповый и его тиммейты где-то сейчас очень далеко от его позиции молик влетает за плентом находится игрок защиты дальше шарта приходит помощь с двух ног будут вносить полетела раскидка флешка минус Денислав молик горит игрок крафту с девайсом находит один фраг дальше с плента обрывается Rainwalker минус дальше разменочка но тут чуть-чуть ушел своего не убил хотел уже стрелять со снайперской винтовки но там был свой товарищ поэтому не случилось подобного отлетает Рокинг Ринф 3 спеллан давай тащи еще раз клач и давай команде завози овертаймы либо поражение 13-16 на своем собственном пике да это то самое это победа в первой карте на вражеском пике от команды Endpoint ну и конечно